Доброе утро, дорогие друзья. Продолжается недельная глава КИТЦ. И мы сегодня с вами поговорим о ГЕТ, развод, брак, любовь. Вопрос ГЕТа поднимается в нашей недельной главе. ГЕТ это разводное письмо, которое муж вручает жене в случае, не дай бог, развода. Вы знаете, если бы написано Адам и Ева не поторопились, они бы узнали ближе друг друга и поняли, что у них одна душа. И по-настоящему они могли бы любить друг друга и привели бы в мир идеальных детей, из которых мир пошел бы иначе. Но так вышло, как вышло, и с тех пор мир приходит одна душа и разделяется на две половины. И обладатели этих половин ищут друг друга. Сказал Раф, великий Раф, за 40 дней до того, как тело человека сформируется в утробе матери, на небесах провозглашают, кто будет его парой. Это трактат Сата, кто не видит, может почитать. Чем больше у человека заслуг, тем легче он встречается. Так все обстоятельства складываются в их его пользу, приводят в нужное время в одно и то же место. И вообще, если вы хотите узнать предопределение Всевышнего, обратите внимание, как встречаются люди случайно. Он пошел туда, туда раз пересеклись и вот. Если заслуг не хватает, то путь друг к другу оказывается очень нелегким. Он лежит через страдания и часто длительный поиск, ошибки и разные другие такие вещи. Написано, дают человеку женщину в соответствии с его заслугами. Это сказал Реш Лакиш. Это один из тоже великих мудрецов Торы. Имея в виду, что праведность и добрые дела помогают найти свою пару без труда. Но, в конце концов, все находят друг друга. Сейчас я это немножко объясню. Раньше, когда стоял храм, все было просто. Пары встречались быстро, счастливы были в любви, был другой мир. К сожалению, храм разрушен, храма нет. И есть то, что есть. Как же сегодня узнать свою половину? Написано, есть только один проверенный способ почувствовать свою половину. Родственные души узнаются только по взаимному притяжению. И никто, кроме самого человека, не имеет права решать, на ком жениться или за кого выходить замуж. Тора признает, что не все браки успешны. Поэтому она дала нам заповедь Герушин развода на этот самый печальный случай. Концепция только смерть разлучит нас нееврейского происхождения. Однако, даже будучи с заповедью такой, развод, это самое-самое печальное событие. В Талмуде сказано, что когда супруги разводятся, жертвенник плачет. А почему именно жертвенник? Что за метафора? Тора это же не сборник поэтических образов. Почему должен плакать жертвенник? Почему не скрижали? Почему не тфелин? Почему не подсвечник? Почему это? Главный источник семейной дисгармонии, главный источник проблем в семье заключен в непонимании цели брака. Идея союза мужа и жены, увековеченная во всех сказках, легендах, от братьев Гримм до Голливуда, заключена в таких красивых притчах. Принцесса находит принца, она очарована его красотой, благородством, обаянием, богатством. Совершенство нашла. Он никогда не позволит себе сделать что-то не так, выдавливает правильно зубную пасту, не забирает себе серединку арбуза. В общем идеальный. Принц тоже счастлив. И по уши влюблен в свою прелестную невесту, у которой нет никаких недостатков. И вот уж действительно тогда только смерть их разлучает. Вот такая вот идиллия. На самом деле цель брака совсем другая. Цель брака не поиск партнера, отвечающего твоим запросам. Это поиск близкого человека, чьи запросы ты сам хочешь удовлетворять. Короче, брак это средство, позволяющее давать, а не брак. Правильный брак. И на это надо настроиться. Вступая в брак, человек должен утвердиться в мысли, что он не центр мироздания. В книге Брешит сказано. Нехорошо жить человеку одному. Когда ты живешь один, ты можешь давать только одному человеку, себе любимому. Весь мир вращается вокруг тебя, и ты центр вселенной. Жертвенник, который плачет, вот тут вот. Это место, где человек дает жертву Богу. Жертву Богу. Человек приносит лучшее, что у него есть. И дает это Всевышнему. Само вот это слово карбан, это неправильно переводить в жертву. На самом деле оно образуется от корен, который означает близость, приближение. Когда ты даешь кому-то что-то, ты с ним сближаешься. А когда берешь, отдаляешься. В то ли сказано, что к любой жертве, приносимому на жертву, надо добавлять что еще? Соль. Соль это образец жертвенности, готовый давать. У нее только одна функция, придавать вкус блюду или продукту. Сам по себе соль ничего не значит, она ее и не едят отдельно. Когда человек считает себя солью и ведет себя как соль, он как бы считает своей главной жизнью цель давать, его брак состоится. И он добавляет, каждый супруг тогда добавляет важнейший ингредиент своим супружеским отношениям. В книге «Решит Хохма» говорится следующее. Человек, который никогда не любил женщину, не дойдет до ступени любви к Всевышнему. Почему? Потому что он не развил себе способность любить. То есть нужно понять, что любовь, которую мы проявляем к другому, не только правильное отношение к нему, это правильное отношение к себе самому. Человек не может построить себя, свою душу, сделать ее совершенной, если он не развивает в себе качество любви к ближнему. А самый близкий человек это муж-жена. Таким образом, нет другого пути полюбить Всевышнего, кроме как через любовь к собственному супругу. Еще, если у вас что-то не получается, помните, цель каждого спуска является подъем на более высокую ступень, чем та, которую ты начал. Поэтому старайтесь и все у вас получится. Брахава от слаха.